Обзор по паре американского доллара к канадскому доллару. Часовой график. В течение вчерашней торговой сессии можно было наблюдать разнонаправленное движение котировок. Так в азиатскую и европейскую сессию котировки снижались. После в американскую сессию был отмечен как рост, так и последующее падение вплоть до сегодняшней азиатской сессии. Все это говорит о том, что нисходящее движение цен, которое наблюдалось в течение последних торговых сессий, в принципе замедляет свои темпы. Также можно заметить формирование треугольника между линией сопротивления нисходящего движения и поддержкой 3067. Сегодня фундаментальные новости будут достаточно часто выходить в американскую сессию. Так в 15.30 ожидается количество разрешений на строительство в США. В 17.00 будет опубликован как протокол по денежно-монетарной политике Канады, так и сама процентная ставка Банка Канады. Ожидается, что ставка будет сохранена на прежнем уровне 0,5%. В 17.30 выйдут данные в США по изменению запасов сырой нефти, что также повлияет как на цены на нефть, так и в последующем и на котировки канадской валюты. И в 18.15 ожидается выступление главы Банка Канады Полоза. Все эти факторы могут придать определенную волатильность на данном рынке. Так, помимо волатильности, может создаться новое движение на данном рынке, как восходящее, так и нисходящее. Все будет зависеть именно от фундаментальных новостей. Поэтому рекомендуется обратить внимание на данные публикации. При всем при этом, при общем нисходящем движении на данном рынке, более перспективными кажутся именно сделки на продажу. В случае пробития поддержки 3067 и обратной консолидации, можно будет открывать сделки на продажу. Эта техническая сторона более подробно будет ясна после выхода всех важных макроэкономических новостей на сегодня.